В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Станислав Катаров проверил работу муниципального центра управления регионом. У нас будет рассматриваться вращение, которое поступает по системе добродел. Очередной форум «День соседей» собрал сотни жителей муниципалитета. Звуки музыки. В музее-соповеднике прошли десятые юбилейные джазовые сезоны. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров проверил работу муниципального центра управления регионом в Видном и провел анализ обращения жителей. Какие темы и вопросы актуальны у граждан на сегодняшний день, узнала Инга Инчук. Главной задачей муниципального центра управления регионом – оперативное решение вопросов жителей и мониторинг социально-экономической ситуации. Чтобы система работала эффективно и быстро, были сформированы четыре профильных блока – жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и транспорт, медицина и образование. За каждым закреплен отдельный сотрудник. У нас проходит еженедельное совещание муниципального центра управления регионом. На нем будет присутствовать глава Ленинского городского округа и его заместители. У нас будут рассматриваться обращения, которые поступают по системе Добродел, единая диспетчерская служба, портал обратной связи и почту губернатора. Портал Добродел вот уже девятый год служит для жителей связующим звеном с муниципальными службами. Именно на него приходят обращения и просьбы, каждый из которых решается менее, чем за неделю, благодаря оперативной работе сотрудников ЦУРа. Жители в основном на прошлой неделе обращались по уборке территории. Все обращения были отработаны управляющими компаниями, коммерческими и муниципальными. Были отработаны темы по нарушению движения транспорта на территории Ленинского городского округа. Они поступали в Министерство транспортной и дорожной инфраструктуры. Были отработаны сотрудниками. Глава Ленинского округа еженедельно отслеживает работу Центра управления регионом. На данный момент заметно сокращение времени обработки вопросов и просьб жителей при сохранении качества выполнения задач. Инга Инчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНОТВ. В муниципалитете продолжается проведение форума в День соседей, где главными инициаторами и вдохновителями проектов выступают активисты и неравнодушные жители округа. В этот раз форум День соседей состоялся в образовательном центре «Успех». Здесь собрались жители поселков Боброво и Дрожино, жилых комплексов Государевдом и Видный город. До этого прошли десятки дворовых встреч, где обсуждалось буквально всё – от здравоохранения до ЖКХ. Какие встречи нужны, важны, потому что, несмотря на то, что мы в разных районах, но у нас есть общая инфраструктура, те же самые дороги, те же самые какие-то учреждения, которые мы можем посещать из одного района в другой, переезжая. И, в принципе, знать больше друг о друге, мне кажется, это как раз очень положительно будет влиять на развитие всех наших районов, которые по соседству. Цель форума – поддержка и составление рейтинга первостепенных задач к исполнению. На повестке – социально значимые инициативы, которые впоследствии будут включены в единую программу. И главными соавторами здесь выступают соседи. Боброво – очень красивый рабочий посёлок и чистые улицы, но всё равно есть такие вопросы, которые нам приходится решать. Это и парковка двухэтажная, это и новые детские площадки, это и открытие, может быть, районного какого-то отдела МФЦ. То есть я пришла послушать и предложить, наверное, свои какие-то предложения. Участникам форума были представлены уже завершённые проекты. Это строительство школы на 1500 мест в жилом комплексе «Восточная Бутова» и систематическая эвакуация транспортных средств, нарушающих правила парковки. Также были обозначены инициативы для дальнейшего воплощения в жизнь. Всего выделены пять блоков – благоустройство, образование, безопасность, транспорт и ЖКХ. Моя самая главная инициатива – я хочу, чтобы была организация дополнительных парковочных мест в Боброво, а не так, как бы лучше нам необходимо. Спасибо за это. Я считаю, что самая важная и постепенная инициатива – это строительство детского сада в Восточном Бутово. Потому что где так много, мне считают это постепенно. В завершении участники форума отдали свои голоса за наиболее важные, по их мнению, социально значимые инициативы. Результаты голосования будут опубликованы в домовых чатах. Дмитрий Книга, Екатерина Коваленко, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ. Более 4 тысяч детей из Ленинского округа уже получили выплату на покупку новой школьной формы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области. Размер выплаты на детей из многодетных семей составил 3 тысячи рублей, а на ребенка-инвалида – 13 тысяч. Кроме того, 370 многодетных семей дополнительно получили ежегодную выплату в размере 7 тысяч рублей. Такая поддержка предусмотрена семьям с доходом ниже прожиточного минимума, который установлен в регионе. Если материальная помощь не поступила автоматически, можно подать заявку с помощью сервиса «Скоро в школу». В Видновской клинической больнице появился новый компьютерный томограф. Высокотехнологичный аппарат открывает уникальные возможности в области диагностики. Скорость и детальное изображение сделают работу врачей легче и точнее. Обе руки поднимаем, аппарат вытягиваем, кладем в ручки. По командам на вдохе вы будете задерживать дыхание. В Видновскую клиническую больницу поступил новый компьютерный томограф. Он был приобретен в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». В кабинете компьютерной томографии ежедневно планируют обследовать не менее 50 пациентов. Это новый аппарат, современный, способный делать 160 снимков в секунду. Для сравнения с предыдущим аппаратом, который он пришел в Москву, делается лишь 16. Поэтому наши диагностические возможности значительно расширяются приобретением и вводным эксплуатацией данного аппарата. Сейчас сканирование быстрое и высокоточное. 3D-изображение дает возможность распознать даже небольшие аномалии при оптимальном уровне лучевой нагрузки. С новым оборудованием работать стало легче. По сравнению с предыдущим аппаратом, здесь более высокое качество картинки, быстрее стало проходить исследование. А задержки дыхания зачастую для тяжелых пациентов были долгими, порядка 20 секунд. На 16-срезовом томографе здесь задержка дыхания всего лишь 3 секунды. Аппарат позволяет проводить исследования всех групп пациентов. Грузоподъемность стола томографа составляет 220 килограммов. Способен делать большее количество снимков за короткий промежуток времени, более высококачественные снимки и минимальная лучевая нагрузка. В том числе стоят программы, которые позволяют неинвазивно оценивать, в том числе проводить коронарографию, смотреть сосуды питающих сердце, проводить функциональные пробы сердцем. Кардиоисследованиями его возможности не ограничиваются. Приобретены программы для расширенной диагностики головного мозга, скелета и внутренних органов. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ. В музее-заповеднике Горки Ленинские прошли юбилейные джазовые сезоны. Фестиваль Игоря Бутмана третий год подряд входит в десятку лучших российских джазовых фестивалей на открытом воздухе. Подробнее об одном из самых масштабных мероприятий округа в сюжете Натальи Буслаевой. В прошедшие выходные джазовые мелодии были слышны на всех аллеях усадьбы Горки Ленинские. С каждым годом количество зрителей фестиваля только увеличивается. Сюда приезжают семьями, чтобы послушать музыку на природе исторического заповедника. Мы каждый год ходим. Сегодня будем и завтра будем. Это для нас большое удовольствие. И мы здесь просто отрываемся, отдыхаем с женой. У меня у подруги у лучших. С днём рождения тебя мои любимые. Они просто уже туда на главную сцену пошли. Я здесь пока наслаждаюсь, получаю удовольствие. У неё день рождения было. Ну и вот мы здесь. Она сюда нас пригласила. Мы очень любим джаз. Наши друзья нам посоветовали. Мы приехали. И действительно, сегодня прекрасная погода. Как говорится, Бог нам послал на такой джазовый фестиваль. Прекрасную погоду с такими прекрасными артистами, где действительно раскрывается музыка. Прям вот любишь этот джаз и понимаешь всей душой, всем сердцем. Открыл фестиваль Оренбургский джазовый оркестр со специальной программой «Классические музыкальные стандарты», а также советские песни в авторской обработке. Пока на большой сцене выступали российские музыканты, на малой сцене заряжал солнечной энергией Острова Свободы перкуссионист и барабанщик из Кубы Фидель Алехандро. Программа каждого фестиваля на протяжении 10 лет неповторима и уникальна. Всегда очень сложный и в то же время интересный процесс, потому что каждый год ты придумываешь фестиваль заново, потому что мы каждый год стараемся приглашать новых артистов. И программа каждого фестиваля уникальна. Бессменный хейдлайнер и художественный руководитель джазовых сезонов народный артист России Игорь Бутман в этом году удивил зрителей своим участием в театральном музыкальном спектакле, а также мировыми именами и приглашенными российскими артистами в новом амплуа. В этом году у нас выступает Полина Гагарина. С одной стороны, она известна как одна из самых больших популярных артистов звезд, поп-звезд нашей эстрады. Да, может быть, даже и мировой. Но она начинала тоже с джаза. Я помню наше выступление с ней в парке Горького. Пели какой-то джазовый стандарт. А также Эль Вуанс, который сделал специальную джазовую программу со своими музыкантами великолепными. Это тоже привлекает и зрителей, привлекает интерес к этому мероприятию. За два дня фестиваль посетили более 15 тысяч зрителей. Помимо насыщенной музыкальной программы, гости могли принять участие в мастер-классах и спортивных конкурсах, приобрести авторские украшения и сувениры. Я считаю, что музыка – это один из таких вариантов нашего объединения. Вот. Что еще хочу сказать? Что заработанные деньги, часть заработанных средств от этого мероприятия мы перечислим людям, которые сейчас в этом нуждаются. Ежегодный фестиваль «Джазовые сезоны» собирает десятки лучших российских и зарубежных музыкантов. И уже несколько лет входит в топ-5 лучших опен-эйр России. Прекрасная атмосфера, летний день, замечательная погода. Очень здорово. Обязательно приезжайте в следующем году. А планы на следующий год еще более грандиозные. Как рассказал Игорь Бутман, нас ждут известные музыканты из Таиланда, Индонезии, Турции и родины джаза Соединенных Штатов Америки. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.